Приветствую вас, очень хороший вопрос у вас, как найти себя, как найти то, что вдохновляет, вот вы молодец в этом смысле, но вопрос заключается в том, что 22 года, очевидно, вы жили вообще не зная, чего вы хотите, да, и подавляя свои чувства, подавляя свои желания, подавляя вообще свои импульсы, то, что вас вот как раз вдохновляет, вот как вы говорите. И, на мой взгляд, это хороший запрос, вот, но смотрите, для этого нужно себя лучше чувствовать, для этого нужно, условно говоря, повышать свою чувствительность, вот именно чувствительность, то, что вот можно назвать вот вашей чувствительностью, чувствительностью связанной именно с вами, то есть вот именно то, как вы себя сами чувствуете, то, как вы сами к себе относитесь, и как вы относитесь ко всем вещам, которые происходят вокруг вас, то есть это вот, образно говоря, такая позиция. Если вы будете повышать чувствительность к себе, то будете замечать свои реакции, как вы реагируете, то вы быстро начнете замечать реакции своих и очень легко сможете деференцировать эти реакции на те, которые, ну, вам интересны, на те, которые вам хочется чувствовать, да, даже если это что-то неприятное, ну, какой-то опыт, например, и так далее. А будут и те, которые вам будут неприятны, то есть которых вы захотите избавиться, даже если это, там, что-то, ну, приятное, что-то интересное и так далее. То есть вам от этого будет всё равно хотеться, ну, не избавиться, а просто вот, как вот нежелательно, нежелательно это будет. Вот. И, конечно, вам нужно будет ответить себе на вопрос, безусловно, да, чем это неприятно для вас, вот эта вот реакция непринятия, она с каким связано желанием, да, то есть чего хочется. Вот. Это всё важно разобрать. Дальше. Вы говорите, что у вас уже давно нет никакого любимого занятия и хобби, очень часто вы страдаете от скуки. Здесь тоже важный момент, как мне кажется, потому что там получается. Получается, раньше у вас было такое, ну, заняться раньше у вас были хобби, были, были увлечения, а сейчас что получается? Получается нет, сейчас нету, то есть что-то изменилось, получается. Мне кажется, что если что-то изменилось, то не просто так, что-то произошло. Возможно, вот знаете, я, вот как я думаю, как я думаю, произошло то, что вы не оправдали чьих-то, чьих-то надежд, как я думаю. Мне так вот кажется, что вы не добились чего-то. Вот так я бы сказал. Не добились вы чего-то. То есть вы занимались, занимались чем-то, занимались, занимались, занимались тем, что, ну, тем, что у вас интересует, тем, что вам нравится. Вот, ну, вот, ну, как бы, всегда есть, на задний плане, да? Такая мысль. Типа, 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 я должен что-то добиться. То есть я вот занимаюсь, заниматься-то я занимаюсь сам, вот, я должна добиться еще чего-то. И вот думаю, что в определенный момент времени вы не добились. Вот. Я так думаю. И теперь вас это тормозит. Вот. Я думаю, примерно, 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 примерно такой ответ вам можно дать. С точки зрения психологии и психотерапии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, которая позволит начать процесс исследования ваших желаний и чувств того, что вас вдохновляет. Всего вам самого доброго. Спасибо.